Очень важный вопрос, что я говорю, это вопрос, касающийся наследства. Какой бы человек ни умер, будь это мужчина или женщина. Мы должны разделить наследство в соответствии с тем, что предписано Всевышним Аллахом. Потому что деление наследства, это то, что установлено Всевышним Аллахом. Нельзя сказать, что мы оставляем наследство младшему сыну. Это, говорит, несправедливость. Если мы отдадим все младшему, тогда мы, говорит, поступим несправедливо по отношению к остальным братьям и сестрам. Во времена, говорит, джагили, получали наследство только мужчины, женщины не получали наследство. Кто-то говорит, да нет, в этом проблем нет. Мы, говорит, согласны на такое. И, говорит, вот ты, брат, согласен. И ты, говорит, сестра согласна. Они, говорит, может, и стеснение скажут, да, мы согласны. Это, говорит, не соответствует шариату, это противоречит шариату. И, говорит, мы должны разделить наследство так, как это узаконило, как это разделил Аллах. И, говорит, после того, как ты возьмешь свою долю, которая тебе принадлежит, на которой ты не делаешь право. То есть, после того, как ты взял свою долю, ты можешь поступить с ней, как хочешь, можешь себе оставить, младшему брату отдать, кому-то другому отдать. Это уже твое имущество. Мы, говорит, должны, говорит, следовать за истиной. И каждый, говорит, наследник должен получить свою законную долю. Мы этому должны научить людей. Особенно вы, говорит, здесь живете, у вас не распространено, говорит, делить наследство в соответствии с шариатом. Поэтому вы, говорит, должны, говорит, написать завещание, в котором указываете, что вот то наследство, которое после вас остается, то имущество, чтобы его ваши наследники разделили в соответствии с тем, как это разделил Всевышний Аллах. Соберите, говорит, своих родственников, да, вот, жен, детей, и объявите им, что вы, говорит, желаете того, чтобы наследство, которое вы оставите после себя, было разделено в соответствии, как это узаконил Аллах, субханалу, не так, что там кому-то, как это принято среди людей. То есть чаще всего, говорит, очень часто, проблемы между семьями, говорит, происходит именно из наследства. Говорит, вот, младший все забрал, мне ничего не дал. Сестра, говорит, все забрали, братья, мне ничего не досталось, говорит, и начинается, говорит, вражда. Кто-то скажет, нет, говорит, младший же он тот, кто нуждается, а большой он уже большой, он не нуждается, старший, говорит, младший же нуждается. Тогда мы, говорит, спросим такого человека, ты, говорит, Господь или ты раб? Аллах, субханалу, он разделил наследство, как должно делиться. Поэтому мы делим так, как это поделил Аллах, субханалу. Если ты считаешь, что младший нуждается, дай ему от себя, но, говорит, из наследства умершего, не можешь ждать ему больше, чем он на это имеет право. То есть, это очень важный вопрос, мы должны этому обучаться и учить людей, чтобы не быть на том, на чем были люди во времена, говорит, джигили, невежество. И Аллах знает об этом лучше. Продолжение следует...